добрый день дорогие зрители канала сегодня с вами и сет нот и в этом видео мы рассмотрим как прошить телефон xiaomi redmi note 9 pro перед прошивкой телефона вам нужно сохранить все важные данные с телефона сделать резервную копию потому что после прошивки все будет удалено перед тем как обновлять мюай вам нужно выйти сми аккаунта то есть xiaomi аккаунт и выйти из аккаунта не забываем выйти с аккаунта google аккаунт и синхронизации google еще удалить аккаунт удалить аккаунт у вас должен быть разблокирован загрузчик обязательно разблокируйте загрузчик без этого вы не сможете перепрошить ваш телефон redmi note 9 pro прошивка открываем в первую ссылку fopda.ru переходим прошивки и здесь есть у нас официальной прошивки у меня прошивка глобальная mi xm есть также европейская российская прошивка турецкая прошивка и так далее а чем мы отличим набор приложений контакта вызова сообщения от google а снизу мы видим как набор приложений контакта вызова сообщения от мюай я хочу прошить себе индонезийскую прошивку потому что здесь если мы посмотрим версии 1204 но здесь точно также глобальной прошивки 1202 то есть это более старая прошивка а если мы откроем европейская то здесь тоже старая прошивка российская 1203 и турецкой 1204 турецку можно прошить но здесь от google контакты вызова сообщения я хочу прошить именно от мюай чтобы был у меня контакты вызова сообщения но тайвань здесь 1202 последняя прошивка не свежая поэтому мы ищем последнюю прошивку свежую две версии 12040 есть в рекавере прошить можно а также fastboot я хотел бы прошить fastboot лучше полным сбросом с полной очисткой через fastboot перепрошивать телефон выбираем просто fastboot и автоматически сейчас начнет скачивание нашей прошивки выбираем сохранить файл расширение тгз все верно начинаем этот файл скачивать закрываем спойлер прошивки выбираем драйверы и утилиты нам нужно скачать платформ тул и db fastboot выбираем этот платформ тул и db выбираем эту ссылку ой ошибка 404 почему возникает данная ошибка вам нужно зарегистрироваться на фо пд здесь выбираете регистрацию здравствуйте гость выбирайте вход или регистрация обязательно зарегистрируйтесь и войдите под своим аккаунтом после этого вы сможете скачать этот файл я вошел под своим аккаунтом теперь выбирая драйверы и утилиты повторным выбирая вот вот эта самую ссылку платформ тул и db и в итоге мы можем скачать tools r2906 скачать сохранить файл и сохраняем этот файл далее нам нужно скачать скачать сам сам прошивальщик флешер утилиту который с помощью которого мы будем перешивать телефон это у нас называется ми флэш выбираем все версии ми флэш самая последняя актуальная версия это у нас 2020 0314 выбираем его опускаемся ниже можем скачать из любых зеркал можем mirror 2 mirror 3 выбрать ну давайте выберем mirror 2 google drive а здесь пиццы клауд ну давайте пиццы клауд выберем сохранить так прямое скачивание и окей нужно выключить телефон выключением выключить после того как мы выключили телефон нам нужно удерживать клавишу включения и клавишу уменьшения громкости сначала давайте удержим клавишу уменьшения громкости держим минус клавишу и включение телефон включился здесь у нас зайчик в ушанке и android fastboot написано мы в режиме fastboot теперь нам нужно подключить его по кабелю usb используйте оригинальный кабель usb который идет в комплекте потому что мы перепрошиваем телефон если в случае проблемы с кабелем возможно телефон просто не включится подключаем одну сторону в разъем type-c кабель а вторую сторону кабеля нужно подключить компьютеру но не с передней панели компьютера а с обратной стороны панели потому что вдруг если что-либо закручивать телефон просто зависнет системный блок можно развернуть нам нужно распаковать наши файлы для распаковки я использую архиватор винрад вы можете использовать любой архиватор для распаковки правой клавиши tool r29 извлечь в tool распаковка произошла теперь правой клавиши на нашей прошивки извлечь в текущую папку после того как мы распаковали прошивку нам нужно распаковать my flash давайте распакуем просто можем правой клавиши извлечь в текущую папку открываем tool r29 копируем все копировать или вырезать не знаю как вам удобно давайте вырежем и нашу файл прошивки его перемещаем в эту самую папку вставить и все мы перенесли на наш файл прошивки теперь открываем папку my flash выбираем xiaomi flash запуск от имени администратора здесь закрываем это окошко select теперь указан путь до нашей прошивки компьютер локальный диск c у меня в корне локального диска цель лежит и это самая папка выбираем эту самую папку давайте его увеличу здесь все покажу сразу вот указываем путь до этой самой папки global вот сама и ok просто нажмем теперь а рефреш обновить и в итоге у нас появился девайс вот айди девайс теперь нам нужно просто нажать flash и в итоге процесс прошивки у нас начнется но перед тем как это нажать вам нужно посмотреть здесь client all то есть не блокирует очистить но не блокирует загрузчик сохранить то есть поверх него будет обновляться нам это тоже нежелательного client all and lock прошить очистить но заблокировать загрузчик здесь вы выбираете какой из этих пунктов если вы не хотите блокировать загрузчик выбирайте client all и после этого заблокировать выбирайте client all and lock заблокировать загрузчик нажмем на flash и у нас пошел процесс прошивки поэтому ожидаем некоторое время поэтому наберитесь терпения эта прошивка займет не так много времени вам нужно чтобы ваш кабель usb ни в коем случае никто не трогал телефон не переносите ждите пока полностью закончится процесс прошивки наш телефон автоматически перезагрузился как видим перезагрузка телефона произошла телефон повторно включился милай прошивка прошла успешно у нас появилась надпись милай 12 мы можем теперь закрыть не флеш мы теперь можем закрыть не флеш отключить кабель usb милай 3 милай м м м Продолжение следует...